Торговали и сотрудничали всегда, теперь будем дружить еще крепче. Дни Беларуси в Сибири завершаются на высокой ноте. В Совете Федерального округа принимает участие официальная делегация. Здесь же организована выставка белорусской техники и промышленных товаров. Трикотаж, продукты питания, бытовая техника и, конечно, большие машины. Сегодня 30% мирового рынка тяжелых грузовиков за Беларусью. Предприятия братского государства хорошо себя зарекомендовали. И неудивительно, что нашу область больше всего интересует продукция машиностроительной отрасли. Новосибирск давно покупает белорусские автобусы и трактора. Теперь речь идет о том, чтобы собирать их прямо здесь у нас, экономя на логистике. Кроме этого, будут открыты сервисные центры по обслуживанию уже работающей техники. Во-вторых, Минск покупает у нас технологии совершенствования общественного транспорта. А мы прицениваемся к тралейбусным вагонам. И третье направление – это взаимодействие в области науки. Нашего научного центра, многих институтов и институтов сельхозакадемии по конкретным разработкам, которые, разумеется, не ради разработок, а ради внедрения в реальный сектор экономики дальнейшей. На совещании белорусские специалисты благодарили сибирских ученых, работающих в области ветеринарии, за эффективные и современные вакцины, оберегающие скот от болезней. Здесь сотрудничество также крепнет, есть будущее. Всего сегодня было подписано несколько десятков соглашений, меморандумов и даже контрактов между различными структурами двух стран. По мнению гостей, этот успех можно было предсказать. Около десятка направлений возможных, потому что наша экономика во многом взаимодополняющая. Так вот мы договорились, что должна сделать одна страна, что должна сделать другая страна. Такой анализ, который мы сделали за эти три дня, то небольшой выставку, который мы организовали, говорит о том, что есть потенциал удвоить и утроить наш товарооборот. Мы открытая экономика, не раз говорили сегодня гости. А это значит открытая для инвестиций, торговли и совместных проектов. К укреплению экономических и культурных связей страны подтолкали, в том числе непростая международная обстановка и введение эмбарго на европейские продукты. Экономический успех Беларуси должен стать залогом успеха и нашего региона. Антон Лучанский, Артем Тумари.